Что, ребята, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Наконец-то мы вернулись из отпуска, теперь можем покушать. Сейчас расскажу, что у меня сегодня будет, потом поговорим. Значит, молодая картошка замариновала в... Как замариновала? Просто добавила масло, чабрец, тот же тимьян, который сама собирала в деревне, паприку копченую, соль, все. Здесь у меня икра сельди, здесь какая-то белая рыбка копченая, маринованный лучок, мамины соленья и чука. О, очень вкусная. Все, ребят, всем приятного аппетита, давайте перекусим. У нас жара, ужасно жарко. А, и здесь сметанный соус. Просто сметана и социбели. Почему-то захотелось так. Всем приятного аппетита. Попробовала икру сельди. Могло быть лучше, честно, могу сказать так. Салфетки. Все, салфетки взяла, ребята. Так, продолжаем. Маринованный лучок, очень вкусный. Уксус, сахар, вода. Маринованный лучок мамин. Вот эта рыбка мыслиная белая очень вкусная. Ну, мы ее всегда покупали. Икру купила в первый раз, причем купила у людей, которых всегда покупаю рыбу. Ужасная. Честно, не то. Ну, а молодая картошка. Что здесь может быть невкусного? Кабачок. Значит, ребята, были мы в Минске около недели. Снимали квартирку. Вам будет интересно, посмотрите мой влог. Вот как раз перед этим будет. Ну, понятно, что до этого мы тоже были в Минске, но жили у родных, можно так сказать. Ну, конечно, так гораздо интереснее. Во-первых, мне очень понравилось, что я объездила вообще практически. Ну, я не скажу, что весь Минск, но полминска точно. Это все торговые центры. Потому что там, конечно, разнообразие всех магазинов, это просто не сравнится с нашим. Ну, понятно, что сравнивать. С нашим городом не сравнится. Честно говоря, я как-то так приехала домой. Вот в тот раз, когда, в предыдущие там еще тоже мы приезжали в Минске, я еще как-то не так задумывалась. А сейчас, если честно, задумываюсь. Ну, как задумываюсь? Хотелось бы. Честно, в Минске я бы жила. Даже ни в какую другую страну не переезжала. Но вот Минск такой город очень даже суетной. Значит, сняли квартиру. Кто не смотрел мой влог, расскажу вкратце. 130 рублей в сутки. Это, кстати, еще очень такая цена приемлемая. Сразу вам скажу. Изначально мы сняли на 5, по-моему, дней. Потом продлили еще на сутки. Продлили, и получается, хозяйка, которой мы снимали квартиру, она предложила нам переехать в ее же квартиру, только другую на противоположной стороне. Кстати, квартира ничем не хуже. Очень даже прикольная. Вот. Ну, и в общей сложности, наверное, 6 дней мы там были. Ну, я отдохнула, честно. Прям... Да. Мамины помидорки. Так, что касается истории. Девчонки, кстати, мне скидывали-скидывали истории на протяжении того, как я была в отпуске и всего прочее, тому подобное. Я перечиталась... Вчера, наверное, я распечатала на работе. Да, сегодня еще домой пришла, перечитала их все. И могу сказать так. Только без обид. Вот, смотрите. История одной девчонки. Вкратце просто. Про неуверенность. Я прекрасно понимаю. Жарокер, привет. Без обид. Правда, я просто говорю о том, что эти ситуации, мне кажется, я из раза в раз рассказываю одни и те же истории. Ну, то есть, они немножко завуалированы, немножко по-другому там звучат. Но, девчонки, там, я не уверена в себе, как мне быть, я переехала из одной стороны в другую, что мне делать, я не могу адаптироваться. Честно, ну, я же даже... Я понимаю, что это пишут другие там уже ребята, девочки. Но я не могу снимать одно и то же. Одни и те же истории размусоливать каждый мой мукбанг. Ни в коем случае только не обижайтесь. Не хочу никого обидеть. Вот еще одна история. И Линочка, тоже огромный тебе привет. Я знаю, что ты мне всегда пишешь. Так, вот твоя была история какая. Там, живу за границей, сложно остаться как между студентами. Это казалось. Тролевали. Очень стараюсь, но быть эмиграцией. Я использую все шансы, чтобы остаться. Но реально очень сложно. Мне отказали в рабочем разрешении. У меня просто ушла земля из-под ног. Я просто ходила как зомби. Тролевали очень стараюсь, но быть в эмиграции очень сложно. Мне кажется, эти истории я обсуждаю тоже из раза в раз. Честно, девочки, не обижайтесь. Но даже если это были не ваши истории, то как бы вы же смотрите мои мукбанги. Я уже отвечаю на эти вопросы. Даже если они не связаны с вами, но они очень похожи. Они прям идентичны. Поэтому я не могу это вот... Если бы вот кто-то прислал прям историю... Опять же, я когда сегодня думала, говорить мне об этом не говори, думаю, сейчас по-любому девочки обидятся на меня и скажут, все, ты там уже не хочешь ничего читать, ты зазналась или еще что-то. Да хочу. Ну просто я, кстати, это же не первый раз. Уже было такое. Даже на работе я распечатываю. Смотрю на истории, ну, очень идентично тому, чему я говорила. Думаю, ну ладно, зачитай, то девчонки будут обижаться. Но когда уже из раза в раз они все очень похожи, ну правда. Ну, это уже никому не интересно. Я об этом уже говорила. Поэтому, девочки, правда, не обижаемся. И советы на эту тему я тоже давала. Чука. Огонек. Пианино в сопровождении. Мне порой кажется, что мне пишут люди одни и те же. Под разными никами, честно. Возможно, я ошибаюсь. Как это вкусно, ребята, картошка. Ну вот. Так что вот так. Сегодня без историй. Там, по-моему, еще одна девчонка, но это точно новая девчонка, писала мне в Ютубе под последними видео. Я помню. Помню про тебя. Ты еще написала, что я вот напишу вот здесь историю. Там она небольшая. Я обязательно прочитаю. Возможно, завтра будет мукбанг. Убã. Там она красивая. Т. Ты не знаешь, т. Т. Её, Т. Т. еще что касается минска опять же кто не смотрел кому кстати будет интересно и не забываем подписываться на мой телеграм-канал я туда сбрасываю все что как бы там своим мукбанги которые будут вчера уже сказала девчонкам что у меня будет икра и картошка могу сбрасывать вот там если вы хотите увидеть квартиру в которой мы были последний вот раз могу сбросить там видос вообще все что угодно и по поводу минска в этот раз даже никита удивился что я как-то вот немного вещей себе купила на самом деле там были вещи все просто у меня действительно шкафы их нужно разгружать потому что это уже не серьезно я купил очень много захару майк разных вот фрисерф поломбир кропс очень даже прикольный магазин и очень дешевый и там хорошие вот вещи достаточно на футбол сходили кстати не играла играл минск и гобель гобель продукт сожалению причем и здесь правда у нас гомели и там ну ничего все равно молодцы старались играли хорошо то есть не продумали там 40 нет сейчас я не ошибаюсь для чемпионата европы что тут никита с захаром смотрят каждый вечер так немножко уже отвыкла ну что еще одну картошку и все давайте еще одну жарко очень жарко я еще с мамой сегодня разговариваю мама говорит типа оля может просто картошку отвори все-таки молодая к дне мам так невкусно я люблю вот молодую картошечку вот такую она говорит ну смотри сегодня 29 в теньке поэтому удачи ну и так и оказалось что очень жарко было такая белая масляная рыбка очень вкусно ну и края еще две банки взяла блин так и Субтитры сделал DimaTorzok Наелась К блищему Так, ребята В общем, все истории На днях Те, которые вот девчонка мне на ютубе написала Еще одна есть очень маленькая Это совет, больше не история Подписывайся На мой телеграм-канал Ставим лайки Комментарии пишем Я всех люблю, всех целую Всем пока-пока